готов это наш 2. Мод Stadt Повkin 0,0-0-0,0-0 1st 2 процента ��и р всем привет мы сегодня так как у нас пятница решили сделать кое-что вкусненькое у меня здесь из теста сделано на закваске вот можно посмотреть вот такое мягкое она у меня пять часов ферментировалась стояла на столе просто подходила будем мы делать сегодня хачапури это очень вкусно очень калорийно но иногда можно я приготовила сыр какой сыр я беру для хачапури кстати делаю я их не так как по классическому способу поэтому кто делает тоже хачапури не ругайте меня вот как-то я привыкла делать их по-другому мне кажется так быстрее у меня сыр для пиццы я взяла сегодня у нас в приморском крае делают сыры вот эти вот соло и стали делать сыр для пиццы я решила попробовать говорят что очень вкусный также я беру сыр какой-то творожный можно брать адыгейский сыр для этого подойдет но так как мы ездили в этот сырный магазин я взяла рикотту рикотта это тоже творожный сыр который я сейчас просто разломлю вот он такой нежный всегда беру для хачапури смесь вот таких сыров то есть один сыр который хорошо плавится он должен быть вкусный пикантный рикотта обычно такая более пресная творожная у меня здесь около 900 грамм теста как видите тесто абсолютно не липкая вот она спокойно может немножко руку намочить если будет липнуть можно делать с вечера это тесто и поставить в холодильник из этого я планирую сделать 3 хачапури вот так выходит тесто которое созрела то есть не ничего грязного не остается тесто абсолютно пористое хорошая сейчас на три части разделю вот у меня 3 хачапури делается все очень быстро самое долгое здесь наверное это натирать сыр а хачапури сами быстро быстро и пекутся они тоже быстро я уже включила духовку на мало включила на 240 градусов сначала ставим духовку потом поменьше сделаю и поставила противень обратной стороной на которой я буду ставить вот эти хачапури так что мы делаем делаю блинчик тесто у нас такой эластичная получается его нам нужно растянуть что круглый можно более овальный не очень важно теперь кладу сыр сыр для чего это сыр для пиццы тот который хорошо будет плавиться таким образом и сейчас я это тесто буду закреплять как ты имеешь вот так раз ослепляем бесполезно не похудеешь никогда когда-нибудь похудеешь так теперь у нас вот этот шовчик он должен быть должен быть должен быть снизу переворачиваю наш качапури вот таким образом немножко его прихолкнуть можно сейчас придадим ему хорошую форму нормально и теперь я беру нож и разрезает нож ножницы и разрезаем вот здесь посередке теперь вот так вот рукой подбираю бортики как бы немножко их закручиваю вот так вовнутрь это не классическая технология не знаю где-то я посмотрела ее что вот так вот делать лучше немножко подпылим тесто после холодильника лучше когда она просто стоит раз это но более мягкая технология такая же сначала блинчик утягиваю кстати это же и тесто у меня идет на пиццу можно делать это мука обычная 10 10 процентов белка я рецепт напишу в описании в принципе ничего сложного делается тесто как и обычно так потолок был бы повыше зачем подкидывать вот это вот как пицца йола делают я не умею пока но у нас все впереди мы научимся обязательно так опять ты же говоришь на пергаменте больше я перенесу залепляем получается такой большой пельмень вареник и это пирожок этот покругли покругли и сделаем что больше бекона зашло ребенку так и сюда же бекончик бекон в сыре это же вообще красота так и сверху еще сыр сыр вот так выглядит сказали что он действительно вкусный пикантный специально для пиццы потому я не стала моцареллу покупать посмотрим эксперим эксперимент ну сын уже чтобы был доволен так машин сейчас вам еще красоту покажу духовке то что нет буду жимолость рекламировать опять все хочу чтобы все выращивали жимолость сироп покажу сейчас сироп будем разводить трюк и ставлю буквально на 30 секунд вот сыр ой сыр действительно хорошо расплавился хороший буквально на 30 секунд чтобы если вот белок есть чтобы он немножечко там за это застыл застыл все сейчас будем ой хотела бы показать еще вот сюда вот в этот в третий все будут разные короче это у нас будет с беконом а здесь у меня есть сыр строчителла я слышала что можно добавить строчителлу еще сама не пробовал никогда первый раз попробуем так тоже добавим будет три сыра да будет три сыра хачапури три сыра это будет без яйца все с яйцом как без яйца хачапури я не знаю это ж по-аджарски бывает без яйца бывает без яйца но я не люблю без яйца не знаю попробуем смотрим это сильно жирно будет уже еще и строчителлу туда переводить такой вкусный сыр строчителла это в сливочках сыр я просто где-то смотрела рисунок ой рисунок рецепт там люди говорили что сыр тоже замачивают сначала в сливках а потом кладут вот на этот хачапури хотя тот сыр так расплавился хорошо ну там пора доставать мне кажется да сейчас достанем ой вот этот будет вот так вот у меня место место куда доставать надо приготовить а мы сейчас сразу до сюда потому что детям отнесем так внимание внимание и внимание опа опа и опа вот такая красота так сейчас быстро ставим вот этот разбиваем еще одно яйцо до встречи до встречи быстро печется буквально 15 минут и все готово единственное нужно быть очень аккуратным она очень горячая еще вот так вот не переборли детям все лучшее детям тебе такое не буду делать все ну как есть мы покажем только на своем это детские они уже ждут не могут прям сыр действительно хорошо расставил такой вот как надо его нужно перемешать а слюни текут все все услышали как тебя сглотнуло да вот корочка хрустящая получается горячо короче вот ладно красота следующее включение будет когда остальные допечем а белок между прочим белок мы естественно не выбрасываем завтра придется безе наверное делать не знаю я на самом деле безе сама не очень люблю делать я больше люблю их покупать второй желток также готовлю для второго аккуратненько раз безы безы ой безы господи белок сохраняем можно на яичницу утром можно да безы все детей иду кормить готов у нас хачапури с с беконом вот такая красота сейчас антошка второй хачапури заберет а наш со строчителой еще жарится вкуснятина все готов это наш третий дети две уже забрали два хачапури это наш который со строчителой сейчас будем пробовать он конечно горячий очень не могу даже нажать ну видно что хрустящая корочка вот такая надо подождать немножко вот я с этой бумаги я смотрю ничего не прилипает опа и все так сейчас а вот у нас есть юнка как рассказывают в этом в ресторане что отмешаем так вот ммм кажется да кажется это не диетическое блюдо а а горячо горячо ну подожди чуть-чуть ну сыр начал застывать нет я люблю горячий так это строчителая наверное так тянется ммм хрустящая все налетай всем приятного аппетита вот